Приветствую вас, Хэнна. Я в общем и целом понимаю то, что вы описываете. Вот я понимаю ту проблему, которую вы описываете. Но на мой взгляд, здесь встает вопрос вообще-то, вообще сперва о том, для чего вы в принципе выступали в отношениях. Зачем вы выступали в отношениях. С какой целью вы выступали в отношениях, в принципе. Вот. И, соответственно, это уже момент вот такой, достаточно, ну достаточно важный, я бы сказал. Вот. То есть, для чего выступали в отношениях. Зачем? С какой целью вы выступали в отношениях. Это первое. Второе. Второй момент. Если вы хотите, например, да, чтобы вас жалели, то надо бы понять, как вы думаете, откуда такое желание у вас имеет вообще место быть. То есть, вы говорите, что вы очень ранимы, но с чем это связано? Что вы ранимы? Ведь можно же разобраться и поисследовать причины вашей ранимости. Вот. И, соответственно, это уже можно будет тогда подкорректировать. Если вы, конечно, этого хотите. То есть, грубо говоря, я, отвечая на вопрос о том, что вам делать, я бы сказал просто заняться личностным ростом, вот, и каким-то таким исследованием, если угодно, себя. Работать. Вот. Ну, индивидуальная работа, я бы сказал. Вот. Соответственно, такой вам можно дать ответ. Потому что, в принципе, вы совершенно бравы в том, что проблема существует. Я имею в виду проблему того, что мужчина вас не жалеет, и он, может, вообще не умеет это делать, не готов это делать, не хочет этого делать. И, в общем-то, человек находится, как мне кажется, в своём полном праве. Но вы в этом нуждаетесь. И важно понимать, что быть в отношениях нуждающихся, ну, это достаточно негативная тенденция, достаточно негативная история, потому что вам от этого будет скорее тяжело, чем легко. То есть, скорее, вы от этого будете скорее страдать, чем, наоборот, получать удовольствие нахождения. Вот. Другой вопрос, что потребность в жалости, потребность в жалости, с чем может быть связана. Ну, например, с любовью к себе. Да? Например, с проблематикой личной ответственностью, со страхом, с потребностью в жалости, например, с привлечением внимания, с привлечением внимания к себе. То есть, это вот те те моменты, которые вы можете для себя хотеть. Вот. И, в какой-то степени, будем честны, это вот ваша психологическая игра. Когда вы, значит, за счет своих слез стараетесь привлечь внимание к себе мужчине и получить от него то, чего вам не хватает. Но это манипулятивная история. Это, к сожалению, манипулятивная модель поведения и манипулятивная же модель восприятия отношений. К сожалению. Поэтому, если вы хотите все-таки выстраивать здоровые отношения, если вы хотите выстраивать на такие вот достаточно адекватные отношения, то не думайте, что от манипулятивных моделей нужно отходить. Вот. Но для этого сперва нужно понять, для чего вы это делаете и какую конкретно проблему свою свою вы хотите решить через выбор данной модели поведения. Какую проблематику вы хотите решить. Потому что без понимания этого, вот, без понимания того, что вы пытаетесь решить, без понимания того, какую проблему вы хотите решить. Ну, я боюсь, что ситуация не изменится. То есть я боюсь, что вы так и будете испытывать негатив из-за того, что вас вот как-то не жалеют, да, и так далее. Ну, из-за того, что вас как-то вот, значит, ну, как вы, наверное, чувствуете, да, вас бросают или что-то в этом роде. Хотя на самом деле это безусловно не так. Вот. Обратите внимание на то, что вы обижаетесь. Вот. Тогда тоже такой достаточно важный, как мне кажется, момент, то, что вы обижаетесь. На молодого человека, когда он вас не жалеет. И обратите внимание на то, что вы вот сами, как бы, не учитесь соотращаться со своими переживаниями. То есть ваша повышенная чувствительность может быть связана, конечно, с несколькими вещами. Вот. Это может быть, например, следствие того, что вы не вовремя выражаете свои эмоции, не вовремя выражаете свои чувства. Это может быть следствие того, что вы слишком близко все принимаете к сердцу. Это может быть связано с тем, что много вещей вас выдевает. Вот. Ну и это может быть связано наконец с тем, что есть ассоциативная цепочка, ассоциативная цепь. Когда через то, что происходит, вы пытаетесь реализовать свои желания. Ну, естественно, это получается далеко не всегда. По понятным будущим, да, потому что желание выражается не совсем прямо. И, естественно, возникают трудности, трудности. Дальше. Мне думается, что вы боитесь, боитесь того, что вас воспримет всерьез. Ну, это вытекать от того, что вы хотите оставаться ребёнком. Вот. У меня, конечно, к вам доброется по поводу того, с чем это связано. То есть то, что вы хотите оставаться ребёнком. Вот. Чего вы боитесь? Вот. Ну, я уже знаю примерно, чего вы боитесь. Что-то не знаю. Ну, более, более подробно поработать, посмотреть на ситуацию. Вот. Смотреть на, что во всем глобальная проблема. Вот. Ну, это тоже нужно корректировать, потому что, значит, дело вот всё в том, что вы не совсем взрослые в отношениях. Вот. Таким образом. Совсем взрослые. И из-за этого, из-за того, что вы не совсем взрослые, вам, конечно, тяжело. Вам очень тяжело в отношениях с человеком, который, быть может, более зрелый, чем вы. Да? То есть более взрослый, чем вы. Вот. Притом ЧПО, совершенно очевидно, вы ищете защиты. Вот. Совершенно очевидно, что вы ищете защиты в отношениях. И вопрос здесь, который вам не хватает, защиты от, эм, защиты от всего. Вот. Вот. Просто, ну, вот, за счет от всего вы, значит, пытаться получить, грубо говоря. Очень это важный момент, как мне видится, важный момент для вас и важный момент для ваших партнеров, которым может просто не нравиться то, что ведет себя как ребенок. Ну, в отношениях. Вот. Я не думаю, что за это их нужно винить, я не думаю, что это что-то неправильное, но главное понимать, как вас задевают, кто-то не хотел вас жалеть. Может быть, может быть. Не обязательно, но может быть. Момент здесь в том, что вы жалость воспринимаете как проявление любви. Такое вот единственное, по факту, проявление любви к вам. Вот. Если это так, то здесь тоже есть небольшая трудность, потому что жалость, вообще-то говоря, оттеняет, отделяет человека от другого. Жалость оставляет границам, по сути. По сути жалость это граница, к сожалению. Вот. И вам в этом, ну, вам в этом нужно убедиться. Если вы вот сами подумаете, что такое шалость, да. Вот. Вы увидите то, о чём я вам пытаюсь сказать. Это крайне важный момент. Ну, вы можете, конечно, со мной не соглашаться. Это ваше право. Право. Вот. Ну. Мне видится. Ситуация так вот. Вот. Эм. Обида. Обида. Эм. Это неоправданное ожидание. Эм. 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 Вам в том числе очень важно поработать с ними. за тем, какие у вас ожидания, ооо, чего вы ожидаете, для чего вам, ооо, злоба жилет, вот, и почему это самое главное, ооо, как вы приходите к мыслерам, что со своими переживаниями, которые у вас есть, да, вы не справитесь сами, вот, ну, то есть, почему вы, ооо, не, ну, не, не проживаете сам, ооо, самостоятельно, те переживания, которые у вас имеют место быть, вот, это очень важный, на мой взгляд, момент, очень, очень важная история. Соответственно, с этим нельзя разобраться. Все это позволит вам гармонизировать ваши отношения, гармонизировать отношения к себе и к парню, вот, ну, возможно, вам захочется с ним бороться, потому что, то, что он вам боится сейчас, вам уже будет не нужно. А отношения, вы можете, вы можете захотите устраивать несколько другие, несколько, на, ну, на других. Я бы сказал основаниях. Такие дела, на этом все, я надеюсь, что помог вам, а я желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится вам.